Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем я начну свой доклад, я хочу поблагодарить, в первую очередь, Татьяну Юрьевну Семиглазову за предоставленную возможность выступить, также и Надежду Васильевну. И перед тем, как я начну доклад, я хочу сказать, что мой доклад будет посвящен медицинской реабилитации онкологических пациентов в целом. То есть эта тема очень большая, она требует детального разбора, в том числе и по определенным нозологиям и методикам. Поэтому мы в рамках этой школы пройдемся так тезисно по ключевым точкам, а далее у нас будет, стартанет с марта месяца, вебинар для тоже пациентов, в котором мы будем детально разбирать те методики, которые я сегодня расскажу в рамках своего доклада. И вот свой доклад я бы хотел начать с формулировки Всемирной Организации Здравоохранения. Эти данные есть на официальном сайте русскоязычном. И мне, как клиническому онкологу, очень приятно видеть в формулировках рак воспринимается теперь как хроническая форма заболевания. На мой взгляд, это большая победа в онкологии. И когда мы смотрим на онкологическое заболевание через призму хронического заболевания, это заболевание, которое сопровождает человека на протяжении его жизни, но мы не говорим уже об онкологическом процессе как о каком-то фатальном явлении для человека. То есть мы понимаем, что человек, пройдя определенные этапы лечения, продолжает жить, продолжает работать, продолжает взаимодействовать с внешним миром. И реабилитация в нашей концепции, да и в концепции Европы, заключается в том, чтобы помогать человеку на всех этапах его заболевания, его пути. Здесь я указал небольшую справку по 1915 приказу, в котором в числе и диагностических, профилактических, лечебных процедур указана реабилитация. То есть мы по федеральному закону имеем право этим заниматься. И, конечно, нам хочется сказать, что реабилитация онкологического пациента должна начинаться с момента постановки диагноза. Уже тогда мы встречаемся со многими и психологическими проблемами, и можем предупредить при помощи реабилитационных методик осложнение того или иного лечения, снизить их частоту и глубину. Также мы понимаем, что жизнь человека меняется после установки онкологического диагноза. Она требует определенных корректировок. И, конечно, цель нашей реабилитации – это создать среду, где главное значение передается личности и роли самого пациента. Мы смотрим на проблему, которая возникает в результате онкологического заболевания с разных ракурсов через призму медицинской реабилитации, через призму психологической реабилитации и через призму социальной реабилитации. Основными принципами медицинской реабилитации мы считаем обоснованность, этапность, непрерывность, преемственность мероприятий, мультидисциплинарность и ориентированность на четко поставленные цели. Для того, чтобы понять, как в том числе по новому приказу 788 мы оказываем те или иные услуги, надо понимать, что основным маркером эффективности реабилитационных мероприятий в настоящее время и в Европе, и у нас в России применяется международная классификация функционирования. Это определенная система, разработанная с учетом различных нарушений функций человека, начиная от структурных каких-то нарушений до взаимодействия в рамках семьи и работы и так далее. Эта система позволяет нам, как клиническим онкологам, контролировать эффективность лечения путем контрольного обследования. Мы при помощи этой системы можем отчитываться и контролировать эффективность наших реабилитационных мероприятий. Эта система как раз учитывает и психологические аспекты, и социальные аспекты, и физические факторы. В состав нашей команды вне онкологии входит онколог, физиотерапевт, врач ЛФК, инструктор-методист ЛФК, массажист, клинический психолог, гастроэнтеролог. Я сейчас попытаюсь раскрыть этапы реабилитации, чтобы было понятно в большей степени для пациентов, какой из этапов носит клинический реабилитационный смысл. Перед этим я хочу осветить клинические рекомендации нашего Министерства здравоохранения, в которых уже включены реабилитации. Как стандарт оказания медицинской помощи прописаны основные базисные цели реабилитации, механизмы. Я привел просто три, в принципе, по каждой нозологии это есть сейчас. Это что касаемо наших отечественных рекомендаций. И сейчас я хочу немножко раскрыть этапы реабилитации, которые применяются у нас в институте, и как это вообще должно быть. То есть первый этап реабилитации, это ранняя реабилитация, она производится сразу же после проведенного специального лечения, обычно это хирургическое лечение. Начинается она нами в реанимации, когда первые сутки после операции определяется реабилитационный потенциал, возможность проведения активизации. И первый этап мы проводим обычно в реанимации или в клинике в первый день, если пациент быстро переводится из реанимации. В таких отделениях, как онкоурология, например, практикуется программа FastTrack. Там основным базисом считается то, что малоинвазивные оперативные вмешательства, поэтому пациент после двух-трех часов нахождения в реанимационном отделении переводится уже на клиническое отделение. И там мы продолжаем нашу активизацию. Второй этап реабилитации, это уже когда пациент переведен на отделение, находится под наблюдением лечащих врачей. Хирургическая травма уже состоялась по поводу какого-то онкологического процесса. Здесь мы продолжаем также нашу активизацию, работу. И с точки работы этой клинической психолога, вот Елена Геннадьевна, осветит эту тему, я не буду ее касаться. Также хотелось бы привести пример в рамках второго этапа реабилитации. Например, пациенты, которые уже завершили лечение по поводу заболеваний, например, уже произошло удаление опухоли коленного сустава, выполнено эндопротезирование, и пациент планово сейчас получает химиотерапию в адъювантном, то есть профилактическом режиме. Этот процесс длительный, он поступает на 5-6 дней, потом выписывается, опять поступает. И такие пациенты обычно не занимаются реабилитацией в этот ранний период, и когда уже поступают к нам в стационарную химиотерапию, мы проводим тестирование, и видим множественные нарушения в объеме движения суставов. Поэтому нам приходится разрабатывать индивидуальный комплекс ЛФК, проводить эти занятия и устранять нарушения. Это касаемо… эти два этапа, они проводятся нами в стационаре. И третий этап. Третий этап – реабилитация, когда полностью специальное лечение по поводу онкологического заболевания завершено, пациент находится под динамическим наблюдением, и тогда мы сталкиваемся с комплексом проблем. Я сейчас обозначил так достаточно тезисно. Дальше мы по каждой этой проблеме будем проводить вебинары для наших пациентов, чтобы они понимали, какие специалисты сейчас уже в нашем центре занимаются этими проблемами, успешно и так далее. Но первая проблема – это лимфедема. Это нарушение с точки зрения лимфооттока. Лимфедема конечности может быть как у пациенток после лечения рака молочной железы, так и по поводу пациентов гинекологического профиля, урологического профиля. В принципе, лимфедема возникает там, где есть травматизация лимфатических узлов. Мы на данном этапе, даже при лечении меланомы кожи, происходит удаление региональных лимфоузлов. Эта проблема очень распространена, она сейчас очень востребована, и мы предлагаем полный комплекс реабилитационных процедур на нашей базе. Сейчас это проводится амбулаторно. Вторая проблема – это неодержание мочи, это не мочевого пузыря. Это в большей степени гинекологическая, но и урологическая ситуация, когда пациент после хирургического или хирургического комбинированной лучевой терапии по поводу онкологического заболевания урогенитальной зоны. Эта проблема очень частая, она социально значимая. Чаще всего страдают женщины, чаще всего они не знают, куда с этим обратиться. Вот мы этой проблемой тоже занимаемся. У нас специалист-уролог Зазерский Олег Вячеславович очень удачно применяет эти методики – тибиальную электростимуляцию, бостерапию. Третья проблема – это пациенты после заболеваний толстой кишки, прямой кишки, когда после хирургического лечения, длительного ношения стомы, мы получаем такой феномен анальной инконтиненции. Также мы этой проблемой занимаемся уже более трех лет. У нас наш специалист, абдоминальный хирург и сотрудник отделения реабилитации Алексеенко Анна Александровна этой проблемой занимается, выполняет сфинктерометрию, тибиальную стимуляцию, бостерапию. Также мы в цикле наших вебинаров будем детально рассказывать, как мы это делаем, как эта методика из чего состоит и как можно к нам прийти и получить это лечение. Ну и опять же, я рассказывал различные нарушения подвижности в суставах. Тоже этим активно занимаемся. Это касаемо амбулаторной части третьего этапа реабилитации. Говорю сейчас только о медицинских проблемах. Но у каждой вышеуказанной проблемы есть свой психологический подтекст. Мы говорим о том, что мы преследуем мультидисциплинарный принцип. Мы каждого пациента, находящегося у нас в реабилитации, обсуждаем мультидисциплинарные команды, в которые всегда входит клинический психолог, специалисты, которых я выше указал, и инструктора ЛФК, и массажисты, и физиотерапевты. Мы каждого пациента обсуждаем с разных сторон. Иногда бывает, что, особенно это в клинике очень видно, когда клиницист, я, как реабилитолог, могу не заметить какой-то проблемы, но эту проблему уже замечает клинический психолог, и решаем мы ее, опять же, вместе. Вот. Но вот этот метод биологической обратной связи, я просто так очень схематично хочу показать, как это примерно выглядит. Опять же, повторюсь, у нас будет цикл вебинаров, в котором будет все доступно описано. И хотелось бы сказать еще такую вещь, что наши пациенты, это специфика нашего центра, 60% из них из других регионов. То есть, завершив этап специального лечения, пациент уезжает к себе домой, ну вот, и у нас есть возможность включить его в программу дистанционной реабилитации на платформе OncoRehab, в которой при желании пациента пациент включается, обозначается время, например, врачом ЛФК, удобное для врача, и также врач ЛФК обычно собирает похожих по реабилитационному потенциалу пациентов, схожих набирает группы, и мы проводим дистанционные занятия, то есть мы можем проводить занятия ЛФК дистанционно, по видеосвязи, после этого пациенты заполняют определенные опросники, которые автоматически анализируются, и мы имеем некоторую обратную связь после завершения занятия. Вот примерно так это выглядит. И хочу завершить тем, что наше отделение старается взаимодействовать с многими фондами, в том числе с фондом Адвита. До ковидных времен мы проводили при поддержке этого фонда арт-терапию на отделение рака малышей железы, но сейчас ввиду такой эпид-обстановки мы можем только вот так дарить подарки на Новый год и так далее. Хотелось бы поблагодарить их за это. Спасибо за внимание.